Покинув Манговую рощу Дживаки, Будда пошел в Наланду, сопровождаемый большим числом Пхикшу. Все они шли медленно и сосредоточенно. Каждый Пхикшу следил за своим дыханием. За Пхикшу шли два аскета. Они тихо беседовали о Будде и его учении. Супио критиковал Будду и насмехался над ним. У его ученика были свои причуды, поэтому он возражал учителю, хватя Будду и его учения. Ученик красноречиво и убедительно говорил о достоинствах Будды, следуя за Пхикшу, которые слушали его разговор, происходивший за их спинами. В тот вечер Пхикшу остановились отдохнуть в обширном лесу с пышной растительностью, принадлежавшем королевской семье. Король Бимбисара объявил, что все последователи всех духовных сект могут использовать этот лес для отдыха в любое время. Супио и Брамадата также провезли там ночь. На следующее утро Пхикшу обсудили между собой разговор двух аскетов. Будду услышал это и сказал, Пхикшу, когда бы вы не услышали, что кто-то критикует или насмехается надо мной, или над Дхармой, не позволяйте возникнуть чувством гнева, раздражения или негодования. Такие чувства могут только повредить вам самим. Когда бы вы не услышали, что кто-то восхваляет меня или Дхарму, не позволяйте возникнуть чувством радости, удовольствия или удовлетворения. Это тоже может только повредить вам. Правильным поведением является изучение критики для того, чтобы увидеть, какая часть ее может быть верной, а какая нет. Только так вы сможете продолжить свои занятия и добиться реального продвижения. Пхикшу. У большинства людей, восхваляющих Будду, Дхарму и Сангху, есть только поверхностное понимание. Они уважают только целомудренную, простую, спокойную жизнь Пхикшу, но больше ничего не видят. Те же, кто уловил наиболее тонкую и глубокую основу Дхармы, говорят очень мало слов похвалы. Они понимают истинную мудрость просветления. Эта мудрость глубока, возвышена и удивительна. Она преодолевает все обычные мысли и слова. Пхикшу. В этом мире есть бесчисленное количество философских доктрин и учений. Люди критикуют друг друга и бесконечно доказывают правоту своих теорий. Согласно моим исследованиям, существует 62 основные теории, которые лежат в основе тысяч сегодняшних философий и религий нашего мира. Если оценивать их с точки зрения пути просветления и освобождения, все 62 теории содержат в себе ошибки и создают препятствия. Будда продолжил объяснение этих 62 теорий и их ошибок. Он говорил о 18 теориях, относящихся к прошлому, в 4 теориях вечности, в 4 теориях частичной вечности, в 4 теориях ограниченности и неограниченности мира, в 4 теориях бесконечной двусмысленности и в 2 теориях, утверждающих, что причинность не существует. Он говорил о 44 теориях, относящихся к будущему, в 16 теориях, утверждающих, что душа живет после смерти, в 8 теориях, говорящих, что душа не существует после смерти, в 8 теориях, заявляющих, что нет души, продолжающей существовать после смерти, и нет души, прекращающей существовать после смерти. 7 о 7 теориях уничтожения и 5 теориях, говорящих, что настоящее – это уже нирвана. Объяснив все ошибки, содержащиеся в этих теориях, Будда продолжил. Хороший рыбак бросает свою сеть в воду и ловит всех рыб и креветок, каких может поймать. Когда он видит, что какие-то существа пытаются выпрыгнуть из сети, он говорит им, неважно, как высоко вы можете прыгнуть, вы все равно упадете в сеть. И он прав. Тысячи верований, расцветающих в настоящее время, могут быть найдены в сетях этих 62 теорий. Пхикшу. Не попадайте в эту заколдованную сеть. Вы только потеряете время и возможность практиковать путь просветления. Не попадайте в сеть умозрительных спекуляций. Пхикшу. Все эти верования и доктрины возникают из-за того, что чувства и восприятия ведут людей к заблуждениям. Когда не практикуется осознание, невозможно увидеть истинную природу восприятия и чувств. Когда вы можете проникнуть в корни и увидеть истинную природу чувств и восприятия, вы увидите непостоянную и взаимозависимую природу всех тхару. Вы больше не попадете в сеть желаний, страстей и страха или в сеть 62 ложных теорий. После проповеди тхармы почтенный Ананда пошел на прогулку, во время которой он старался тщательно запомнить все сказанное Буддой. Он подумал. Это очень важная сутра. Я назову ее Сутра Великой Сети. Эта сеть собрала все ложные теории и догмы этого мира.